Создать привлекательные условия для инвестиций и сохранить колорит старой Самары. Глава города Елена Лапушкина обсудила с экспертным сообществом и общественностью развитие концепции исторического поселения. В областной столице назначили нового директора муниципального автономного учреждения «Самарская набережная». Пост заняла Елена Атанова. Единые временные рамки и единые штрафы. В России планируют изменить закон о тишине. Придется заручиться согласием соседей. Госдума готовит законопроект о регулировании посуточной сдачи квартир. В Самаре на 20-40% подорожают живые ели. С чем это связано и сколько будут стоить елки к Новому году? Губернатор Дмитрий Азаров поручил усилить контроль за дорожной ситуацией в связи с ухудшением погодных условий. До середины недели синоптики прогнозируют дожди. Если после этого произойдет понижение температуры, ситуация на дорогах может осложниться и нужно будет принимать соответствующие меры. Губернатор поручил главу муниципальных образований еще раз проверить готовность всех служб. ГИБДД регионам также напоминает о соблюдении правил безопасности. Автомобилистам рекомендуют выбирать скорость в зависимости от состояния проезжей части. На мокрой дороге сцепление колес с покрытием дорожного полотна значительно снижается. При движении в условиях непогоды ухудшается видимость, в связи с чем необходимо соблюдать безопасный скоростной режим и дистанцию, отказаться от совершения опасных маневров и обгонов. Накануне на территории Самарской области зарегистрировали 10 ДТП, в которых пострадало 12 человек, двое скончались. Также сотрудникам ГИБДД выявлено 495 нарушений правил дорожного движения. 19 водителей управляли транспортом в нетрезвом состоянии, 13 с нарушением перевозки детей. Правительство установило экспериментальный правовой режим для эксплуатации беспилотных авиационных систем в Самарской области. Соответствующий проект постановления подписал председатель правительства Михаил Мишустин. В регионе впервые будут тестироваться как легкие, так и тяжелые беспилотники массы более 30 килограммов. Планируется не менее 18 тысяч полетов. Их результаты будут использовать для подтверждения эффективности технологических решений и доработки дронов, которые производит Самарский научно-производственный центр. Проект предусматривает применение беспилотников для воздушной перевозки грузов, выполнение авиационных работ, включая работы по обработке сельскохозяйственных угодий, МЧС, мониторингу протяженных объектов инфраструктуры. По словам губернатора Дмитрия Азарова, в Самарской области представлены компетенции по всем стадиям жизненного цикла отрасли развития беспилотных летательных аппаратов. От генерации идей, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ до производства беспилотников, комплектующих, использование конечного продукта. Глава региона поблагодарил президента и коллег из федерального правительства за поддержку проекта. Развитие исторического поселения Самары обсудила глава города Елена Лапушкина с представителями общественных организаций экспертного и научного сообщества. Сейчас администрация Самары трудится над концепцией устойчивого развития исторического поселения города. Работает над созданием организации оператора по развитию исторического поселения. Разрабатывает нормативно-правовую базу для создания условий для муниципально-частного партнерства. Подробности в нашем материале. Создать условия для инвестиций и сохранить колорит старого города. Глава Самары Елена Лапушкина провела встречу с представителями общественных организаций экспертного и научного сообщества, на которой обсудили развитие исторического поселения города. Сейчас администрация Самары разрабатывает концепцию устойчивого развития исторического поселения города. Работает над созданием организации оператора по развитию исторического поселения. Разрабатывает нормативно-правовую базу для создания условий для муниципально-частного партнерства. Концепция развития исторического поселения. Это документ стратегический, который в итоге должен нам дать для всех правила игры, которые будут понятны, прозрачны и надеюсь, что эти правила игры удовлетворят большинство участников этого процесса. Ну и второй документ – это муниципальная программа развития исторического поселения. Это так называемый оперативный план, то, что нам необходимо сделать первоочередно, куда входят и изменения нормативных документов, и, соответственно, ремонт, содержание уже непосредственно муниципального имущества, которое находится на территории исторического поселения. Эти работы ведутся у нас параллельно. Мы не ждем ни концепции отдельно, мы не ждем ни программы отдельно. Мы работаем параллельно двумя этими документами. Я хочу, чтобы вы кратко послушали информацию, которую мы подготовили, и чтобы, конечно, всем своим соратникам и друзьям рассказали, чем мы сейчас по факту занимаемся. Если будут вопросы, давайте обсуждать. Очень хочется, чтобы вы принимали непосредственное участие в разработке и того, и другого документа, поскольку и ваши добрые советы, ваши пожелания очень хочется учесть. На сегодняшний день завершена работа над двумя этапами концепции. Проведен анализ успешных российских и международных практик, ключевых проблем исторического поселения Самары. Выполнен обзор нормативно-правовой базы, градостроительный анализ и сбор исходных данных для дальнейшего программирования развития территории исторического поселения. Сформирован пакет успешных практик, применимых к историческому поселению Самары. По итогам выявлены ключевые проблемы функционально-пространственного развития территории и сформированы приоритеты устойчивого развития исторического поселения. Сейчас в работе находится этап программирования развития территорий, который в том числе будет основываться на мнении жителей. Самарцы могут стать соучастниками создания модели развития исторического центра, приняв участие в социологическом исследовании. До 19 ноября все желающие могут выразить свое мнение о том, чем в их понимании является историческая среда, какие смыслы являются базовыми и важными, каким функционалом, по их мнению, должен быть наполнен исторический центр. Концепция основана на модели планирования осуществления проверка действия. Это делает конечной целью работы не разработку мероприятия устойчивого развития, а моделирование самого исторического поселения как устойчивой системы. Она, в свою очередь, предполагает баланс трех действий – сохранение, развитие и управление, каждый из которых направлен на устойчивое развитие определенного потенциала исторического поселения. Поэтому в числе приоритетов меры, направленные на сохранение историко-культурного потенциала, развития градостроительных возможностей, управления и формирования инвестиционно-привлекательного климата. По словам Татьяны Вавилонской, заведующей кафедрой реконструкции и реставрации архитектурного наследия сам ГТУ, разрабатываемая концепцией призвана выстроить модель взаимодействия между государством, обществом и инвесторами, чтобы создать максимально привлекательные условия для бизнеса и жителей по восстановлению исторических объектов и развитию инфраструктуры исторического поселения. По итогам разработки концепции будут приняты градостроительные регламенты исторического поселения для территорий за пределами объединенной зоны охраны, стандарты проектирования на территории исторического поселения для корректировки региональных нормативов градостроительного проектирования, мастер-план исторического поселения как документ перспективного развития, подготовленный на основе соучаствующего проектирования, основные положения которого лягут в основу правил землепользования и застройки, корректировки генерального плана, разработки проектов планировки и межевания территорий, Программа сохранения и развития исторического поселения Самары, которая уже формируется с учетом приоритетов, предложенных разработчиками концепции. План управления историческим поселением Самары как новый механизм управления развитием, включая создание оператора исторического поселения. Люди с удовольствием вкладываются в историческую недвижимость, когда они понимают четкие правила игры, когда они видят, что это безопасно, это устойчиво, нормально, потому что это намного интереснее, чем вкладываться в какие-то типовые объекты где-то на периферии. Потому что город, он всегда живее, он всегда интереснее для инвесторов. Это единственное настоящее место для жизни и самореализации. Второй важный документ, над которым сейчас ведется работа – муниципальная программа развития исторического поселения. Программа, призванная обеспечить выполнение таких задач, как совершенствование нормативно-правовой базы, регламентирующей проведение мероприятий в границах исторического поселения и развитие его инвестиционной привлекательности, сохранение использования и популяризации объектов культурного наследия, и объектов исторической застройки, развитие инфраструктуры и управление процессами развития исторического поселения. Для решения задач и достижения цели программы разработан комплекс правовых, организационных, реставрационных мероприятий и мероприятий по благоустройству. Программой предусмотрены мероприятия по привлечению, проведению работы, сохранению объектов, как культурного наследия, так и ценных градоформирующих объектов, и просто ценных объектов. И для достижения этой цели предусмотрена передача по льготной ставке 1 рубль в аренду инвесторам неиспользованных и требующих ремонта объектов, а также реализации объектов через прогнозный план приватизации. Внесены изменения в существующий порядок предоставления объектов культурного наследия инвесторам в аренду за 1 рубль. Так, срок реализации проекта увеличен до 7 лет. При этом первые два года предоставляются для разработки и согласования проектной документации. Оставшиеся пять лет отводятся на выполнение самих работ. Кроме того, ведется работа над нормативно-правовым документом, который будет регламентировать предоставление инвесторам объектов, не являющихся объектами культурного наследия, но являющихся элементами средовой застройки. Я сегодня с такой хорошей отрадой могу констатировать, что все это серьезно. То есть на сегодняшний день историческое поселение Самар наконец-то перешло из русла вот такого вот дитя без глазу, который у семьяников, в какое-то любимое чадо. И это очень хорошо, потому что им стали серьезно заниматься. И во всяком случае, те нормативные акты, о которых сегодня говорилось уже, о принятии новой программы «Дом за рубль», для меня это очень серьезный шаг, очень отрадный. Я думаю, что это позволит кардинально изменить ситуацию в нашем городе именно по части сохранения многих объектов культурного наследия. В ходе встречи также обсудили и реализацию пилотного проекта по реновации 129-го квартала, который ранее был представлен главе региона Дмитрию Азарову. Сейчас детально проработан проект ревитализации данной территории с участием инвесторов, и в ближайшее время начнется его реализация. Полученный опыт планируется распространить на другие кварталы. Глава Самары призвала начинать с пилотных проектов, чтобы нарабатывать практику, двигаясь от квартала к кварталу. В части реализации первоочередных приоритетных пилотных проектов формируется концептуальное решение развития территории вдоль линии строительства метрополитена. Пилотный проект туристической тропы «Самарская надземка» в зоне влияния метрополитена от улицы Полевая до улицы Красноармейская, где находятся 17 исторических кварталов и фрагменты застройки 11 исторических улиц. Сейчас детально проработан проект ревитализации 129-го квартала. В случае его одобрения этот опыт будет распространен и на другие кварталы. Виктория Шарой, Константин Головин, События. Новым директором муниципального автономного учреждения «Самарская набережная» назначена Елена Атанова. Об этом стало известно 13 ноября на еженедельном рабочем совещании в администрации города. Елена Атанова родилась в Куйбышеве, имеет два высших образования – юриспруденция и государственное муниципальное управление, а также опыт управления в сфере строительства и территориального планирования. Занимала руководящей должности в Министерстве строительства Самарской области. В 2019 и 2020 годах возглавляла парк культуры и отдыха города Люберцы Московской области. До недавнего времени трудилась заместителем директора автономной некоммерческой организации «Комплексное пространственное развитие Самарской области». В Российской Федерации определят единое время запрета на шум дома. Осенью этого года в Госдуму внесли доработанный законопроект о тишине. Он предполагает введение единых правил, которые в настоящее время отсутствуют, и регионы сами устанавливают временные рамки. Подробности у корреспондента событий Светланы Тимофеевой. Жительница Самары Дарья Малеева еще не так давно снимала квартиру. Однажды соседи затеяли капитальный ремонт, и спокойная жизнь у семьи закончилась на долгое время. Это было очень громко и продолжительно. И делали они это не то чтобы круглосуточно, но в течение всего дня, наверное, прям без перерывов. А я, поскольку работаю частично из дома, как раз, и я все это вот слушаю, естественно, мне это мешало. Дом – это место, куда человек приходит отдыхать. Он ожидает, что это будет безопасное и уютное место. И когда в эту безопасность вторгается громкий и продолжительный шум, человек испытывает дискомфорт и даже может стать агрессивным. Замучили шуметь! Если мы имеем дело с систематическими историями подобного рода, то человек утром просыпается, не выспавшийся, приходит на работу уставший, на работе не может нормально функционировать, к вечеру он еще более истощен, снова не может выспаться, и, естественно, он в какой-то момент может словить нервный срыв. В Самарской области закон о тишине ввели еще в 2014 году. В 2023 были установлены новые правила максимально допустимого шума в жилых помещениях. Согласно новому закону, время ремонта в квартирах ограничено, и проводиться он может только в определенные дни и часы. В регионе введен жесткий регламент. В случае систематического нарушения закона о тишине в дело вступают правоохранительные органы и администрации внутригородских районов. То есть мы получаем материалы, соответственно, выходим на адреса, устанавливаем причину, лиц, совершивших данные нарушения, и уже как бы, так как находится это рассмотрение и привлечение к административной ответственности административным комиссиям при администрациях района, материалы направляются для принятия решения, соответственно, туда. В конце октября в Госдуму внесли доработанный законопроект о тишине. Если сейчас регионы самостоятельно определяют временные рамки, когда можно шуметь, а когда нельзя, то парламентарии решили ввести единые правила для всей страны. Запрет на шум с 23.00 до 7.00. Документ также определяет единое время для шумных строительных работ с 9.00 до 19.00. Только в будни с обязательным перерывом с 13.00 до 15.00. Как тишина выйдет, должна быть у всех одинаковая, а она у всех по-разному. И в Самарской области, на мой взгляд, один из самых мягких законов о тишине к наушителям этой тишины. Ну, так как говорится, по большому счету, да, это так. Поэтому, когда это будет едино, мне кажется, это действительно должно привести к какому-то большему порядку, большему пониманию граждан, что и где можно как себя вести. Как будут применяться на практике поправки в закон о тишине, покажет время. По крайней мере, в Самарской области административные дела, которые дошли до суда, можно пересчитать по пальцам на одной руке. Светлана Симофеева, Игорь Казановский. События. Коммунальщики Самары начали отключать злостным неплательщикам канализацию. Уведомления о наложении санкции за крупные долги по ЖКХ уже получили более 22 тысяч абонентов. Отключения происходят по всему городу. На один из адресов по улице Агибалова вместе со специалистами выехала наша съемочная группа. Михаил Ермоленко расскажет подробнее. Трубка устройства для тампонирования медленно опускается по стояку. Специалисты следят за происходящим внизу с помощью камеры. Как только аппарат достигнет нужного этажа, останется нажать кнопку, и канализация в одной из квартир заблокируется. От благ цивилизации неплательщиков будет отделять заглушка. Механизм простой, но действенный, говорят слесаря. Он когда уже доходит до выпуска, ставится, и, соответственно, момент разжимается, и она фиксируется зубчиками фаной трубы. Все, и она стыкается. Блокирует водоотведение только злостным неплательщикам. И хотя дома номер 76 и 78 по улице Агибалова выглядят благополучно, репутацию запятнали собственники нескольких квартир, чей суммарный долг за коммунальные услуги превысил 400 тысяч рублей. Уведомления о неуплате на таких жильцов действовать перестали, поэтому в ход пошли радикальные меры. Я хочу здесь обратить внимание, что мы отключаем не только должников, у которых крупные долги. Мы вправе произвести отключение в случае, если у людей есть задолженность более двух периодов. И сейчас, поскольку было принято решение проводить данное мероприятие в массовом порядке, сюда могут попасть также такие должники. Теперь восстановить водоотведение можно будет только погасив задолженность, а также оплатив работу по снятию заглушки. За это придется отдать дополнительно несколько тысяч рублей. Поэтому всегда выгоднее вовремя вносить платежи за услуги ЖКХ, отмечают специалисты ресурсоснабжающей компании. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События. Далее коротко о других событиях дня. Государственная Дума готовит ко второму чтению законопроект о регулировании посуточной сдачи квартир. Краткосрочная аренда будет возможна лишь в случае, если это не создает неудобств соседям. Об этом сообщили в Комитете Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Согласно проекту закона, не менее 75% жильцов многоквартирного дома должны проголосовать и разрешить сдачу квартир в аренду на сутки. После ужесточения требований к выдаче ипотеки взять жилищный кредит под строительство дома стало сложнее. Если до 1 октября банки отклоняли заявки заемщиков с долговой нагрузкой больше 80%, то сегодня отказывают в выдаче жилищного кредита тем, у кого она больше 30%. Иными словами, если у человека уже есть другие кредиты и он по ним отдает до 30% зарплаты, то сегодня ему потребуется накопить не меньше 30% на первый взнос. Для ипотечных покупателей собственных домов под залог, например, имеющиеся квартиры, требования регулятора мягче. По правилам Центробанка банки не применяют надбавки по жилищным займам для людей с долговой нагрузкой до 70%, если стоимость их старой квартиры не меньше половины от суммы ипотеки на новый дом с участком. Детские подарки на Новый год подорожали на 20% в России. Всему виной рост цен на шоколад на мировом рынке. В прошлом году подарок в сад, школу или домой под елку можно было купить за 1300 рублей, за 800 граммов. В этом году придется отдать около 1600 рублей за тот же объем. Самарская область вошла в десятку популярных направлений для винного туризма. Опрос провел сервис бронирования жилья. На первом месте по популярности Крым, на втором Краснодарский край, на третьем месте Дагестан. Самарская область оказалась на 10-й позиции. В регионе виноделие развивается, в отличие от южных направлений виноград здесь не перезревает и кислотность у него не падает. А теплые волжские ветра помогают расти нежным гроздем. Самарская область считается самым северным регионом для виноделия в России. Эксперты рассказали, какие направления для отдыха выбирают самостоятельные туристы с детьми в ноябре. Самый популярный город Москва. Туда отправился каждый пятый путешественник. Сочи выбрали 16%, а Санкт-Петербург 12,5% туристов. Чаще всего путешественники с детьми выбирают четырехзвездочные отели. Почти одинаково популярны гостиницы без звезд, то есть апартаменты, гостевые дома и гостиницы с тремя звездами. Самые востребованные зарубежные направления. Стамбул, Минск, Дуба, Бангкок, Батайя, Баку, Сингапур, Абудаби, Вородера и Тбилиси. В Самаре на 20-40% подорожают живые ели. Повышение цен коснулось в первую очередь импортных деревьев, но и российские питомники тоже повысили цены. Небольшие деревья в этом году будут стоить около полутора тысяч рублей, а елки до двух с половиной метров обойдутся россиянам в три с половиной тысячи рублей и выше. Повышение коснулось сосен и елей. Об этом сообщили представители компаний, которые занимаются продажей. Специалисты объясняют причину повышения цен увеличением расходов, в частности, ростом цен на топливо. Елочные базары в Самаре начнут работать в декабре 2023 года. Предприниматели должны иметь разрешение на торговлю, поставить ограждение, повесить вывеску. По условиям договора выставлять можно только свежесрубленные деревья. В доме офицеров Самарского гарнизона прошла творческая встреча с поэтессой и военным корреспондентом Анной Долгоревой. Зрителям она представила свою новую книгу «За рекой Смородиной». Читала стихи и отвечала на вопросы из зала о том, как это было в нашем следующем материале. «Я сплю и не помню свой позывной и спит автомат у меня под рукой». Она пишет о войне и мире, жестоких фронтовых буднях, о героизме и нравственной силе людей, сражающихся за свою землю. В доме офицеров Самарского гарнизона прошла творческая встреча с поэтессой и военным корреспондентом Анной Долгоревой. Журналистка представила публике свою новую книгу «За рекой Смородиной». «Это недавно вышедший мой сборник военной рельки. В основном там стихи за последние, за 2022 год, но есть и более ранние стихи за 2014, за 2015 и более последующие годы». После начала проведения специальной военной операции Анна Долгорева постоянно находится в зоне боевых действий, выступает перед бойцами и командирами, ведет репортажи и участвует в сборе гуманитарной помощи. «Такие люди, они особенно ценны, потому что они привозят с фронта вот это вот ощущение, что тыл и фронт, они едины. А уж тем более, когда это какой-то литератор, писатель или еще какой-то человек, который занимается вот такой вот, еще и совмещается волонтерской деятельностью». Поэзия Анны с живыми цитатами расходится и в тылу, и на фронте. «Это всегда какой-то боевой задор, это какая-то душевность, это какой-то вот, ну, перекличка с домом, с родиной, с близкими ему людьми». Встреча с писательницей прошла в рамках второго сезона литературно-исторического фестиваля «Путь к победе». Ксения Баканова, Петр Поломеев, События. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. В Москве проходит пятый съезд Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления. В съезде принимает участие председатель ассоциации Елена Лапушкина и исполнительный директор Дмитрий Словецкий. В рамках съезда дан старт приема заявок на Всероссийскую муниципальную премию служения. Премия будет присваиваться выдающимся представителям муниципалитетов за особый вклад в развитие муниципальных образований. Награждение пройдет в конце января на Всероссийском муниципальном форуме Малая Родина Сил России сообщает телеграм-канал городской администрации Вести с Дворянской. Департамент образования приглашает к участию в опросе по организации и качеству питания обучающихся муниципальных образовательных учреждений городского округа Самара. Прохождение опроса поможет собрать необходимые данные, чтобы в будущем улучшить качество питания обучающихся. Чтобы принять участие пройдите по ссылке, которая опубликована в телеграм-канале городского департамента образования. С 1 сентября этого года работники могут брать до 24 дополнительных выходных дней подряд для ухода за детьми-инвалидами. Выходные может взять один из родителей, опекун или попечитель. Отдых не должен выходить за пределы общего числа дополнительных выходных, которые сотрудник не использовал для ухода за детьми-инвалидами в данном календарном году. То есть работник может не брать каждый месяц по 4 дополнительных выходных, а копить их, чтобы взять больше за один раз. График предоставления такого отдыха и срок подачи заявлений нужно согласовывать с работодателем, сообщает со ссылкой на прокуратуру телеграм-канал промышленного района Самары. 98 лет исполнилось ветерану Великой Отечественной войны Вере Александровне Файзулиной. В годы войны она была медицинской сестрой, награждена медалями за доблестный труд и орденом Отечественной войны второй степени. Глава Самарского района Роман Радюков поздравил Веру Александровну с днем рождения, пожелал крепкого здоровья, благополучия, заботы родных и близких, мирного неба над головой, информирует телеграм-канал Самарского района. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за актуальной повесткой на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страницах в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго! До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова